друзья мои всем большой привет сегодня мы нарисуем полис лаванды на фоне заката я приклеила по бокам краям малярный скотч предварительно его приклеиваем к руке чтобы первый слой бумаги не отклеивался потом вместе с ним у меня акварельная бумага и так приступим простым карандашом я намечу линию вот приблизительно горизонта здесь в углу у меня будет солнце ради делаем такой круг выходит и несколько веточек я намечу с лавандой буквально который будет на переднем плане у меня крупные такие достаточно здесь 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 выглядывать и нарисуют цветочки на них то есть они крепятся на такие овальная форма и там идут небольшие лепестки примерно так здесь давайте сделаем потом в общем я рисую фиолетовые листочки которые закрашу потом маскировочной жидкостью если нету этой жидкости можно просто их оставить белыми то есть не на них и закрашивали будет ничем а мы поверх вот сделаем тут всякий фон здесь вот такие вот листочки достаточно крупно планы да у меня так и постоянно были слова достаточно я пытаюсь повторить силуэт силуэт и пятен этих вот цветочков лаванды они тонкие более сухие будут где-то распустившиеся в одну другую сторону сюда можно добавить и ниже там например да тоже на нас в сторону и в другую за сторону такого плана и рядышком давайте сделаем еще цветочки лепесточки смысле сюда листочек в общем делаем карандашный рисунок я сейчас наверное поставлю все-таки на столб сделала несколько вот таких вот пятен еще и потом уже вместе продолжим вот тут у меня получилось такой рисунок сейчас я беру маскировочную жидкость и закрашиваю участок круг где у нас будет солнце породнее желательно сделать и вот эти вот пятнышки да здесь лаванда будет такого нежного фиолетового цвета и который потемнее тон мы уже можем поверьте сделать заката ну то есть вот это травы поэтому аккуратно я пытаюсь максимально как это не получается нанести сюда вот эту маскировочную жидкость сейчас я поставлю на стоп потом продолжу вместе уже и так высушила маскировочную жидкость с помощью фена теперь мне нужно подобрать цвет красивый хочется сделать закат да я вот эту верхнюю часть покрываю водой так теперь давайте возьмем карми желтый-средний вот он у меня кстати уже заканчивается вот эту часть я пока не трогаю заканчивается эти краски можно потом докупать по одной штуке художественном магазине или по интернету вот по названию можно заказать один вот этот вот так значит кармии желтый-средний который и его я наношу вокруг этого солнца так теперь рядышком давайте возьмем золотистый такой оранжевый цвет вот желтый немножко смешиваю и вот здесь наносим его в правом углу да дальше такой немножко более насыщенный добавляю алый цвет сюда еще добавлю золотистого цвета смешиваем побольше воды можно да и аккуратно опять таки по кругу идем есть такого по насыщение в этом углу влевом можно сделать цвет спускаемся ниже берем алый цвет и вот здесь может то что по контрастному сделать дальше я беру сиену жженую давайте такой вот коричневый оттенок поскольку там поле с лавандой теперь берем фиолетовый цвет смешиваем такой как бы серый получается вот проходимся серым цветом дальше фиолетовый сюда подмешиваем уже более чтобы яркий по здесь уже по сухой бумаге то я прохожусь фиолетовый и теперь давайте возьмем зеленый я смешала здесь оранжевым это можно помешать такой зеленый оттенок да вот тоже проходимся по бумаге здесь аккуратно и теперь я должна высушить феном этот фоновый слой я убрала этот слой маскировочной жидкости с помощью ластик у меня остались вот такие белые пятна их сейчас уберем и приступим дальше к рабочей с акварель немного и повредила вот бумагу в этих местах когда ластик более так аккуратно давайте возьмем вот такую вот кисточку троечку и будем делать нежные веточки лаванды фиолетовый я смешаю с голубым цветом больше голубого добавим водичку побольше воды и делаем эти вот пятнышки да я так аккуратненько закрашиваю не спеша можно даже кисточку потоньше взять и больше водички добавить все аккуратненько по итогу получалось кропотливая работа вот это закрасить здесь пятно давайте тоже закрасим цветочки здесь в общем проходимся тоже как-то побольше воды добавить по всем общем белым данным штукам мы добавляем пятна я сейчас опять такое желание поставить на стол чтобы аккуратнее это сделать видео не получалось длинным ну тут я думаю ничего такого нет давайте пока остановлю запись потом продолжим так вот сюда я добавляю еще кропла красный фиолетовый да такой оттеночек немножко другого и также заполняю эти вот белые пятна таким нежным цветом да вот такие веточки нежные получились далее давайте возьмем зеленый цвет я смешаю с сиеной жженой еще каплю зеленого и вот эти по веточкам да тоже пройдемся аккуратненько так сюда сюда вверх и вниз теперь идем по контрастной веточку сделать все то же самое вот здесь проходим все он давайте до сюда дойду веточка и аккуратно уже по фону да мы сделали и так вот по всем вот этим белым веткам проходим все идем вниз в запись у меня идет а то я уже порисовала было думала записываю только что казалось что я ничего не записал я плохо жидкость маскировочную сняла очень красиво это какие толстые ветки здесь тоже не до до конца жидкость снялась брак зелененьким пройдемся можно конечно сейчас еще будет когда подсохнет снять попробовать слой вот этой жидкости маскировочной и вот здесь так теперь нужно сделать фиолетовый такой достаточно контрастный цвет зеленый смешал а можно знаете даже добавить сюда уброженную вот и на этих цветочках нарисовать такие вот как зернышки до бутончики фиолетовые и мы таким образом должны пройтись по веточке то есть они все в таких как стаканчиках грубо говоря на них еще такие вот пушинки вот собственно следующее наше занятие рисуем зернышки вот этих штука вода сюда можно добавить сзади да там какие-то штуки и идем вниз сюда-сюда так по бокам да давайте здесь тоже добавим вот эти штучки всякие не забывайте подписываться кто еще не подписан яндекс день если вы меня смотрите прямо под видео прикрепляйте свои рисунки если кто с youtube вконтакте или в телеграме до группы есть присылайте посмотрим и вы можете посмотреть что у других получается да давайте дальше здесь немножко сделать им так оно пошире у основания потом поуже идет то есть такого плана зернышки они заостряются по мере роста и здесь тоже давайте такие вот штучки сделаем такие вот кубочки да небольшие с другой стороны да можно повыше и у остальных как бы тут все то же самое рисуем вот давайте другом такие штучки у меня уже наверное слова без только разных вариантов у меня на дзене так и называется канал лаванда туда немножко другой название и теперь можно где-то внутри тоже до сделать какие-то такие вот пятна чтобы они не очень однообразно смотрелись немножко живопись живости до хочется добавить так запись идет синего фиолетового побольше водички пятнышки то давайте здесь тоже можно Здесь, конечно, вот эти более нежные получились, этим не особняется. Ладно, сейчас краска впитается, они такими яркими, по сути, не должны быть. Так, теперь я возьму зеленый, смешаем с сиенышеный, зеленый еще раз возьму, побольше зеленого надо, и внутри вот пройдемся по веточке, то есть такой вот цвет потемнее будет. Далее, тоненькой кисточкой я на фоне делаю, от такого плана веточки, сейчас аккуратно, такие легкие мазки будут. Вот сюда, да, по разным направлениям немного, зеленого добавим, сюда, здесь можно тоже повыше прям сделать, и в сторону, да. И пятнышками я добавлю вот эти вот бутончики, фиолетовые и сиену давайте добавим. Водички побольше, прям там пятна, да, то есть там какие-то силуэты, как бы на фоне. Вот, делаем такие штучки, достаточно контрастные. И ее просто фиолетовые смешаем тоже синим цветом, добавим пятен. Пятен таких крупных, там, сюда, там вот таких более с водой, да, смешали на фоне. Такое поле у нас фиолетовое, там, как бы идет, с цветами. На самом деле, казалось бы, тут не сложная картина, но на самом деле она достаточно затратная по времени, да. Можно вот опять-таки добавить зелени, листвы на переднем плане. То есть ветки, они такие достаточно... Ну, у основания там много листвы всякой, не всякой, как пальмечка на них нанизывается. И так точечками, немножко точечками, да, можно тоже вот потом добавить. Вот, все, я сейчас отклею малярный скотч, такая, ну, нежная, пока не испортила, честное слово. Нежная открыточка, вот. Здесь, конечно, если бы контрастнее была, заливка, солнце бы вообще очень смотрелось. Вот эта линия ни к чему там была, она просвечивается. На этом у меня все, не забывайте подписываться. До новых встреч и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok